Привет! Я Владимир. В эфире наша передача «Туризм и отдых». Наша прогулка перевернет ваши представления о монастырских и исторических экскурсиях. Вы не только полюбуетесь роскошным архитектурным ансамблем, но и услышите нестандартную информацию о Троице Сергиевой Лавре и ее современной внутренней жизни, сможете задать любые каверзные вопросы и откроете, чем дышит монастырь. Что вас ожидает? Ансамбль Лавры. Мы расскажем, как развивался архитектурный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры с XV по XIX век и проведем вас к главным постройкам монастыря. В главном Свято-Троицком соборе хранятся мощи преподобного Сергия Родонежского и его вещи, среди которых схема, посох и две деревянные литургические тарели, а в Успенском соборе мощи святителя Иннокентия Московского. Мы обсудим экстерьер и интерьер храмов, полюбуемся старинными иконами и фресками и поговорим об учебных заведениях Лавры. Монастырская жизнь. Вы узнаете, в каких отношениях Лавра с Московской Духовной Академией, и поймете, почему молодые люди идут в семинарии и становятся монахами. Я расскажу о монашеском постриге и объясню, как выйти на духовников Лавры, где и в каких условиях живет патриарх. Приезжая в Лавру, и чем он занимается во время приездов. Насколько человек накрывают столы в трапезном храме. Мы увидим, где варилась смола во время осады монастыря и по каким стенам больше всего стреляли поляки во время защиты обители, а также поговорим о том, кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне. Вы попробуете угадать, зачем в церковной лавке раздают людям просфорки и на каком расстоянии слышно колокол весом 72 тонны. Организационные детали. Женщинам желательно иметь с собой платок для входа в храм и лавры. Подъем на колокольню возможен только по отдельной договоренности. Все подробности можно прочесть и заказать экскурсию по ссылке под этим видео. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.